Большое спасибо Марина Борисовна, уважаемая Марина Борисовна, уважаемая Татьяна Юрьевна, большое спасибо за возможность выступить перед пациентской организацией. Большая честь для меня. Прекрасные доклады научные Татьяны Юрьевны, Владимира Федоровича, Петра Владимировича я разбавлю таким социальным международным проектом, который объединяет пациентов по всему миру, поддерживается такими знаменитыми организациями, как Европейская школа онкологии, который является, в общем-то, главным организатором забега в мире. Несколько сотен тысяч женщин уже участвовали в течение последних нескольких лет. К сожалению, мы знаем, что в связи с развившейся пандемией мероприятия массовые ограничены сейчас, однако в этом году забег принял так называемый онлайн-формат, и на самом деле здесь есть и свои плюсы, пациенты и врачи, и их родственники могут пробежать, пройти из любой точки мира. Как известно, цель этого проекта международного является привлечение внимания к проблеме рака молочной железы. Как известно, рак молочной железы болеет каждая восьмая женщина в мире. 500 тысяч новых случаев диагностируются ежегодно. 130 тысяч женщин умирают, несмотря на успехи в лечении рака молочной железы. Это наиболее частый тип опухоли у женщин во всем мире, не только в Европе. Снизить риск развития рака молочной железы на 30-40% можно, лишь сосредоточившись на модифицируемых факторах риска. Мы все знаем, что причиной развития рака молочной железы могут быть как наследственные факторы, так и внешние факторы. Так вот, сосредоточившись исключительно на модифицируемых факторах риска, таких как лишний вес, алкоголь, неправильное питание, низкая физическая активность, мы действительно можем сильно снизить риск развития рака молочной железы. Именно с этим и связано создание этого масштабного проекта, который вообще зародился еще в США и сейчас шагает по всей Европе уже целый год, как он есть в России. Think Pink Race for the Cure – это всемирно известный забег, либо пешая дистанция. Многие пугаются, когда слышат 3-6 километров, думают, так, я не хочу бегать, я не умею бегать, мне неудобно, я не хочу и так далее. Я, например, тоже не очень люблю физическую активность, всегда честно об этом заявляю, что не являюсь примером для подражания в этом вопросе. Именно для такой целевой аудитории разработан вариант пешей прогулки. То есть можно выбрать для себя, например, 6 километров пробежать, либо 3 километра пройти. Забег впервые состоялся в России год назад, 29 сентября 2019 года, в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге. Благотворительный забег привлек не только женщин, которые перенесли, либо сейчас борются с ракомолочной железы, но и родственников, врачей, объединили просто неравнодушных, пациентские организации, фармацевтические компании, те или иные социальные организации. Национальный медицинский центр онкологии имени Петрова принял активное участие в лице, на фотографии виде Петра Владимировича, который сегодня выступал, Щербаков Александр Михайлович, также активно, они не только принимали участие, они еще и бежали, представляете, да? В прошлом году, конечно же, забег был более масштабный, чем в этом году, понятно, по каким причинам, потому что были разрешены массовые мероприятия, приезжали телевидение, три федеральных канала снимали это событие. Мы были очень рады, что пациентские организации точно так же приняли участие в проекте. Хотелось бы напомнить, что во всем мире розовые майки одевают пацанки, которые победили или сейчас борются с раком молочной железы. Белые майки одевали либо их родственники, либо просто неравнодушные, которые хотят поддержать женщин в этой нелегкой борьбе. В 2019 году участие принимали 16 стран. В этом году, несмотря на то, что пандемия и, казалось бы, интерес к этому событию должен был бы уменьшиться, уже 25 стран Европы являются участниками в этом году. Так как забег будет в онлайн-формате, участие разделили на три дня, 25, 26, 27 сентября, централизовано в определенное время. Никто бежать не будет, каждый выйдет в то время, которое ему удобно, выложит те или иные подтверждения в социальных сетях, либо просто это сделать для себя из любой точки мира. И в этом году это уже единая платформа регистрации. То есть нет такого, чтобы кто-то регистрировался на определенном сайте своей страны. Для каждой страны переведена своя вкладка. Точно так же есть вкладка и на русском языке, можно зайти и зарегистрироваться. Сейчас уже регистрация подходит к концу. Выслали по всей России уже майки. Кто успел зарегистрироваться, скоро получит майку. Есть возможность пробежать во имя за того или иного человека, который в настоящий момент борется. Этот пациент получит на почту специальную открытку. Всю информацию о предстоящем забеге можно получить на сайте Thinking Russia, либо в общеевропейском сайте Race for the Cure. Уже сейчас регистрация, как я уже сказала, продолжается. Однако, естественно, в связи с ограничениями по времени, майки уже могут получить не все участники. В Санкт-Петербурге эта выдача будет централизованная. Те участники, которые заказали майки в другие города России, получат их в ближайшие пару дней. Следить можно за новостями во всех социальных сетях. Присоединяйтесь. В этом году, конечно, будет, возможно, не так масштабно, как было в прошлом году. Однако, привлекать внимание к проблеме рака молочной железы мы должны, несмотря на то, что, да, бушует пандемия. И сейчас наши европейские коллеги, которые активно занимаются поддержкой и организацией марафона, говорят о том, что действительно все врачи мира удивлены из-за того, что диагнозы рака молочной железы начали ставить на поздних стадиях. Это сейчас проблема действительно во всем мире. И как никогда женщины требуют внимания к проблеме именно сейчас. Спасибо большое за внимание. Хотелось еще сказать, что организаторами в России выступает Петербургское онкологическое общество, главой которого является профессор Владимир Федорович Семиглазов. Технической частью занимается спортивное агентство Евроспорт, которое хорошо известно всем по организации всероссийского марафона «Белые ночи». Ну и главный организатор мероприятия во всем мире – это Европейская школа онкологии. Большое спасибо, коллеги. Продолжение следует...